А вот вы сказали про теджес, а отжес? Отжес для понимания философии не упадет. А теджес для мистического. А что само отжес? Это вид праны такой, тонкий вид праны, который человек вырабатывает в процессе строгого подчинения и соблюдения целебата. Человек, который не соблюдает целебат, ему сложнее подчиняться, чем человеку, который ведет ограниченную половую жизнь. Или вообще ее не ведет, грубо говоря. Ему легче подчиниться. Если он подчиняется правильно, в смысле правильно делает, сдерживает. Не сдерживает, а занимает свою половую потенцию, тогда он может подчиняться. Если человек сдерживает и не подчиняется, то он все будет больше, 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 больше и стремится к чувственному наслаждению. Поэтому теджес и отжес это очень важные виды праны. Они приводят в движение чакры и все остальное. Они дают определенное проникновение в суть вещей. Отжес и теджес помогают. Отжес и теджес это проявление особенно гуны благости. Почему аджасви? Этот отжес необходим для постижения духовной науки. А духовную науку можно понимать только с гуны благости. А гуна благости это определенный вид мотивации. Это не определенный вид движения, речи, мотивации. А мотивации и цели человека вливаются в его философию. Как он объясняет свои поступки, что он видит, не расчищает. Поэтому, судя по вопросам, можно понять, что это продвинутая личность. И можно понять, судя по тому, как он понимает, что это вы договорите ему, и он дает понимание. Можно понять, что за личность. Независимо от лексикона, от чего. Вот что. Какие акценты, на что. Как он видит, какова цепь последовательности. Ну, понимать. Способен ли человек удерживать одну тему, говоря о десяти вещах, продолжать сливать их опять туда, откуда их рассадить, опять сливать. Это означает медитацию у него. Очень хорошую он медитировал. Медитировать, значит, он бескорыстный более человек. Поэтому такой острый ум, так легко он возвращается к теме. Хотя, кажется, вот все потерял уже. Жук съезжает. Все можно увидеть. Бескорыстие, мягкосердечие человека во всем. В его логике. Как он говорит и что он говорит. Как построит он предложение. Вот что он хочет указать, на что делает акценты, а не на лексикон. Культурные слова, некультурные, приятные, это не играет роль. В чем сыграет? Что он в своей речи считает этичным, и что безнравственным. Слава, что этичный, и что... Вот по этим ценностям, как он логично приводит к вот этим ценностям. Можно понять, кто человек. Поэтому вы наверняка считали, как... Очень часто мудрецы там говорят. Судя по твоим вопросам, ты очень продвинутая личность. Они говорят. Своими вопросами ты доставил мне радость. Потом, своими представлениями ты очень сильно вдохновил меня. Шукадео Госвами говорит про Парикшито Махараджо об этом. Что ты, дорогой царь, больше всех меня здесь вдохновляешь. Почему? Потому что Парикшит был единственным ваишнавом в собрании мудрецов. Хотя он был царем, все были браманы, но он был у всех их лучше. Почему? Потому что он был ваишнавом уже, преданным он был. А вот все остальные мудрецы, они стали преданными во время этого службы. Он был преданным. А Парикшит Махарадж был до этого уже преданным.